Сначала так называемой «специальной военной операции» дела в России пошли коту под хвост, поэтому Путин решил не останавливаться и отправить экономику РФ туда же. Еще 21 сентября Путин объявил о «частичной мобилизации». Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. Она настолько частичная, что почти всех мужчин отправила на фронт. И пока в военкоматах спят на полу из-за нехватки кроватей, а на границе толпятся люди, чтобы сбежать из страны, на предприятиях критически не хватает рабочих рук. Приказ о мобилизации в РФ забирает с работы примерно одного из ста активных работников страны для отправки на фронт. В сочетании с тем, что тысячи россиян пытаются уехать из страны, освободившихся мест все больше и больше. На определенных предприятиях, конечно, есть уже нехватка рабочих, которые были мобилизированы. Понятно, что это идет пока не о массовом каком-то очень явлении, но в некоторых областях, на некоторых территориях, например, в Кузбассе, это, в принципе, уже проблема. Потому что достаточно много людей были мобилизированы в армию, их надо каким-то образом заменять. Поэтому в Кемеровской области решили, как исправить эту ситуацию, и объявили о новой мобилизации. Только трудовой для студентов. Учащиеся последних курсов вузов и СУЗов региона возьмут на себя трудовые обязанности мобилизованных земляков. Первые студенты уже направлены на предприятие. И они пытаются совместить практику на последних курсах с возможностью закрытия вот этих провалов, которые у них уже есть в экономике или на конкретных каких-то предприятиях. Но эта история больше, мне кажется, такого пиарного пока плана, с точки зрения привлечения студентов. Почему? Потому что надо четко понимать, что это люди все равно без соответствующей практики. Как правило, в замене нуждаются люди, которые уже имеют какое-то техническое образование и нужную практику. Но студенты-старшекурсники, конечно же, нужных навыков не имеют, что может привести к своим последствиям. Это безоперационно было сказано. Это не в плане, что у студентов будет возможность. Если они захотят заработать, они могут пойти туда работать. Нет, это речь идет о том, что по разнарядке они будут брать определенное количество студентов с смежных каких-то специальностей. Там, кстати, отдельно это было указано, смежных специальностей. То есть это даже не людей, которые непосредственно имеют подготовку в той или иной отрасли, а это может быть какая-то смежная отрасль. Студентам, грубо говоря, не оставляют выбора. И они будут обязаны идти на рабочие места вместо мобилизованных, чтобы хоть как-то наладить работу предприятий. Тут есть интересный момент. Сколько бы они этого не делали, это не приведет, опять-таки, ни к какому конкретному результату, на тот, на который они рассчитывают. По одной простой причине. Потому что для того, чтобы сохранять хотя бы тот темп, который они сохраняли раньше, особенно на предприятиях военно-промышленного комплекса, у них должно быть необходимое количество комплектующих. А у них на сегодняшний день этого нет. Поэтому, даже если и руки у них есть, то работать просто нет с чем. Власть, конечно же, обещала не затрагивать работников хотя бы критической инфраструктуры. Но, как можно увидеть, на платформе вакансий и мест достаточно много. Заявки на привлечение студентов отправили уже 34 предприятия Кимеровской области. Есть вероятность того, что такую трудовую мобилизацию будут вводить и по всей России. Ведь нехватка работников и остановка предприятий будет жестко добивать экономику РФ. Уже на многих предприятиях, даже с учетом части мобилизированных, то есть уменьшение количества рабочих, уже есть проблемы с выплатой полной заработной платы. И они там уже срезают какие-то надбавки, какие-то там, не знаю, премии, которые у них были раньше, что приводит, кстати, время от времени уже к каким-то даже акциям протеста, забастовкам и так далее. Поэтому это абсолютно мертвая история. Но для картинки, конечно же, все хороши. Продолжение следует...